Так вот для чего это лето стояло в горле, как кость и вода, ни утешением, ни счастьем не стало, а благодарностью, да. Ну вот и умер еще один человек, и вроде бы сердце в крови, но выйдешь из дома за хлебом, а там длинноногие дети, и что им задело до нашей счастливой любви, и вдруг догадаешься ты, что жизнь вообще не про это. Не про то, что кто-то умер, а кто-то нет, не про то, что кто-то жив, а кто-то скудеет, а про то, что всех заливает небесный свет, никого особенно не жалеет. Ибо вся наша жизнь — это только погоня за счастьем, но счастья так много, что нам его не унести. Выйдешь из дома за хлебом, а жизнь пронеслась, это лето, Настя, сердце мое разрывается на куски. Мужчины уходят, и женщины почему-то, а ты стоишь в коридоре и говоришь опять в нежную летнюю зелень раннего летнего утра, хорошо начинать жить, хорошо начинать умирать. Мать уходит, отец стареет, курит, в дверях сигарету, дети уходят, уходят, на цыпках стихи. А ты говоришь, стоя в дверях, это лето, лето, сердце мое разрывается на куски. Ну и последнее. А я тоже однажды катался на роликах. Был я совсем большой, от большого ума и катался. Но так пахли весной деревья, говорит мужичок под сорок, какой-то весь, никакой. Я упал, об асфальт с размаху ударился головой. Теперь у меня каждую ночь видение. А зато у меня, когда в июле отключают горячую воду, говорит сосед, водитель газели. А я возвращаюсь с завода грязней собаки, я беру обмылок ромашки и тру ледяные руки. И тогда у меня на руках проступают знаки. А ко мне, пишет русская женщина, сорока пяти лет, когда я лежала под капельницей на коширке в современной больнице, ко мне приходил триединый бог, дух, сын и отец. Но у них почему-то были красивые мусульманские лица. А ко мне, говорит последний, когда мне было пять или шесть, из-за снотворного феназепама ко мне приходили мертвые и живые. А первым пришел белый полярный медведь. Феназепам мне давали родители. Очень меня любили. А вот я никаких не вижу видений. Мне нечего вам рассказать. Все, что есть у меня, это грубые шаткие рифмы. И хотя я только свидетель, а не отчим тебе и не мать, я беру тебя, к примеру, последнего на руки и кормлю тебя крупной брусникой. Потому что в конечном счете в стихах должен быть стол и стул, чашка и миска, и много всякой еды, чтобы люди попили, поели и ушли от тебя навсегда, продолжая слизывать с губ изумленные крошки брусничного стихотворения. Спасибо.